персики котятки всем привет hi guys hi peaches and beaches сегодня у меня необычное включение немного необычное но что только не бывает я буду кое-что новое вкалывать свои губы это лангидаза я хочу немного подкорректировать форму своих губ убрать болюсы и еще какие-то моменты там подкорректировать в связи с тем что я хочу немного другую форму губ а если сейчас я доколю еще объем может совершенно измениться не в лучшую сторону консистенция и там форма губ поэтому я хочу подкорректировать и еще здесь возможно сделать ту самую прогалину которую все никак не могу сделать иногда она образуется когда ну губы очень такие плотные и здесь вот может образоваться естественно физическая трещинка но она кровоточит это не то я хочу чтобы она была такая арт трещинка в губах но не без кровоточения просто она искусственно созданная вот препарат может быть как лангидаза так гелорангидаза может быть написано на упаковке лидаза а вот это целая инструкция для тех кто самостоятельно это будет делать я вкратце расскажу что это в принципе это используется для рассасывания филлеров гиалуроновой кислоты куда бы вы их не вкололи в губы половые губы в лицо в носослезки еще что то что я хотела вам сказать в принципе я сейчас покажу что вообще мне подготовлено здесь для того чтобы все это колоть я вот так вот сижу здесь у меня зеркало свет вот здесь у меня натрия хлорид раствора здесь лангидаза 5 ампулы использую одну катоновый как в короче штуки хлоргексидин инсулиновый шприц вот я короче себе купила вообще это будет отдельный влог но я уже рассказывал потому что у меня там еще быть серия влогов я уже не снимал какой-то материал но он выйдет наверное после вот этого ролика посмотрим там когда все это выйдет не знаю снимая сейчас это летом а впоследствии посмотрим когда выйдет потому что у меня к сожалению нету десяти клонов и все приходится сама делать все это нужно смонтировать там нужно время у меня еще полно дел как всегда я вижу цезарь вот еще цезарь короче вот так выглядят ампулы что я хотела сказать химическое название торговое название талангидаза вы это можете купить в аптеке вообще химическое название конюгат гелоруиндаза с полимером аноксида лалала баба обладать потом что пишут по поводу того для понятно против показания беременность лактация периода 18 лет а острая почечная недостаточность лакачественного образования гиперчувствительность компонентом используется гелоруиндаза лангидаза как таковая для того чтобы рассосать филлер гиалуроновой кислоты то есть если где-то неправильно введено за счет того что было введено много препарата за один раз или за счет того что несколько препаратов смешались соединились получилось получились гранулема фиброзы и в принципе фиброзы как таковые могут раствориться с помощью лангидаза вот процедуру можно повторять лучше сделать чуть-чуть потом еще чуть-чуть чтобы не растворить абсолютно все потому что химическая реакция будет проходить и после то есть вы сначала можете визуально увидеть эффект немного да все изменится потом дальше больше что еще хотела тут сказать вот натрий хлорид я буду использовать для рождения 1-2 миллилитра для того чтобы растворить здесь порошок в лангидазе в этом флакончике можно использовать прокаинного каина в таком же объеме 1-2 миллилитра 05 раствора здесь 0,9 процентов на 3 хлорид растворитель у флакона необходимо вводить медленно выдержать две-три минуты осторожно перемешать не в страхе чтобы не успеет белок важно удалять всегда когда вводишь какие-либо препараты внутри гуха убирать лишний воздух это очень важно а гранулема фиброзы кстати в теле и килоидное образование могут образовываться даже на фоне смены гормонального фона и связи с тем что происходит происходит какие-то нервные изменения или стрессы или какие-то депрессии и сумасшедшие гонки не знаю как сказать когда у вас нестабильное психическое психологическое состояние или какие-то пертурбации в жизни вы стрессуете у вас что-то там постоянные думки это все отражается на физическом состоянии и даже на том как выглядит ваша кожа как ведет себя ваша кожа и ваши филлеры даже так потому что все очень взаимосвязано я не говорю про психосоматику я говорю конкретно про то что организм реагирует на стресс физическими изменениями это не какая-то там эзотерическая психосоматика когда восправляются килоиды и фиброзы это может быть на фоне нервного гормонального изменения в организме то есть в принципе любые пертурбации там у вас идет колебания гормонов перестройка организма на фоне этого все процессы по-другому протекают и когда в принципе девушка колет у разных косметологов губы когда разные препараты вводится тоже это может возникнуть когда кстати я хочу себе удалить болюсы которые я чересчур гипертрофировала потому что я здесь вот не хотела закалывать эти части потому что здесь хотела удлинить его здесь вот так вот сделать больше сердечком но я для себя поняла что для меня парижская техника оптимальна еще техника стеклышко я там сделаю когда я колю сама себе очень непросто сделать все что ты хочешь все что ты могла бы сделать все что ты делаешь модели клиенту когда такой лишь кому-то это гораздо проще чем когда ты колешь себе ты не можешь лежать данный момент то есть я не могу вот так вот себе вкалывать и вот так вот то есть подойти с разной стороны клиенту и в колоть ему и у него затечет вот так вот гель нормально веером здесь делал в колол и здесь так протекло когда ты делалась технику стеклышко эти самые горизонтальной плоскости губы которые сейчас стали модно благодаря им лена брауда вот короче короче приступим сейчас я возьму так мне нужно короче антидоты есть на все но вот проблема когда вы колите например ботокс что если вы будете вкалывать антидоты то что у вас уберет этот ботокс у вас резко упадет брови если вы кололи лоб или еще что-то это часто бывает к сожалению поэтому это очень опасно губы более безопасно сейчас если вы помните на заре того я помню очень хорошо были биополимеры и это ужасно я делаю без музыки теперь ролики потому что реально я решила делать youtube прям такой более не серьезно как скажем серьезный youtube в связи с тем что монетизировать ролики которые с музыкой невозможно если эта музыка не принадлежит тебе поэтому я думаю что же взяться выходить на новый уровень и делать все по-другому снимать сидит гораздо круче что и от ноги я последние пару дней очень много ходила ненавижу открывать вот эти вот ампулы так-так-так-так-так-так-так-так ну и что там есть такая немного вспенивающаяся реакция добавляю еще немного и Короче, ждем 2-3 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки в эту лампу Девушки в эту лампу Субтитры сделал DimaTorzok Девушки в эту лампу Субтитры сделал DimaTorzok Девушки в эту лампу Девушки в эту лампу Девушки в эту лампу Что такое в жизни не бывает? Девушки в эту лампу Девушки в эту лампу Девушки в эту лампу Девушки в эту лампу Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Не знаю, мне кажется, что эффект есть Может потому что распуху, конечно, много Сейчас я еще наберу Теперс, как у вас дела, куда полетите отдыхать этим летом Правда, не знаю, когда это видео закреплено, но все Расскажите, куда полетели этим летом После коронавируса Когда я вклюю и вклюю Вот этот арт-хаусный фильм, там еще она сделала себе тючело, как это... как... Арт-объект вообще Вот так вот Ну, вообще, как на него очень Короче, наверное, с одной стороны мне нужно просто ополнить объем здесь и в больницу уйдут Ну, здесь я просто хотела предкатировать один момент Наверное, еще в школу, не знаю Так, для этого Кикбейта Мне нравится кровь на губах Понимаете, у меня получилось такое, что вот здесь сдернуто Это все Я очень мечтаю о своем клоне Если когда-нибудь в моей жизни наука дойдет до этого, я обязательно себя клонирую Воспитаю себя, так же, как и себя, и чтобы было кому делать мои дела параллельно со мной, вместе со мной Осталось бы не так Смотрите, как и себя, как и себя, и я не могу делать мои дела параллельно со мной Так Так Ставится такая фишка Как удалить ненужный гель Актуально Особенно тем, у кого большие Ну, как у меня и больше Мне кажется, ушло то, что я хотела брать Ну, как у меня Ну, как у меня Вообще, это расщепляет Прям вот молекул гиалуроновых сады Так, я такой Диск Не схватит Есть такая длиня Понятно Ладно, больно, я его наставлю в покое Просто Так, я знаю тех, кто меня любит, кажется, больше Даже хейтеры меня любит, потому что это как латентное гомофобство Ты ненавидишь геев, ты латентный гей Короче, да, я сейчас вверх не вкрыл Сейчас еще И еще, и еще В принципе, да, есть еще здесь Вот, я сейчас сижу, потому что Видео уже 38 минут идет, офигеть А вот это раздох Ох, как у него Можешь Как у него Глайн такая острая покутилась. 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 Где у вас излишек геля. Если вы проткнете какой-нибудь иголок и булавку. Ну естественно притек протвить сначала. Выдавите на губу и гель у вас будет вытекать. Просто физически вытекать. Реально излишки. Вот. Ну это как лайфхак для отчаянных. Не знаю. Просто интересная реакция. Да. Ну да. Ну вот. Я не знаю. Такой стерлок. Вот это у меня есть. Это классно. И это за счет все веерной техники. Если добавить стеклышко будет все классно. Короче персики, котятки, питерс, гайз, хейтеры. Все-все-все кто меня смотрит. Любят, скучают. Любят мои блоги про косметологию, травлинг и все-все-все. Короче встретимся в следующих влогах. Я надеюсь, что у меня получится как-нибудь почаще выкладывать влоги. Когда-нибудь от эпохи начнется, когда я буду делать, делать, делать. Не останавливаюсь. Потому что у меня много-много всяких дел, дел, дел проектов. И поэтому сюда по чуть-чуть, сюда по чуть-чуть. Поэтому меня так редко видите. Вот. Пока-пока. Ставьте лайки, ставьте колокольчики. Подписывайтесь на мой канал. Всем, кому интересно моя жизнь. То, что я делаю. Всем, кому нравится и не нравится. Потому что это латентно нравится. Вот. Короче. Всем рада. Скоро встретимся в новых влогах. Пока-пока. Утекает немного что-то из губы. Я люблю такой свет, кстати, солнечный. Несколько он у меня есть. Потому что бывает я не буду спать в нём. Не буду познать. Хотя сейчас уже... А нет, сейчас уже 8 часов вечера. Поэтому просто здесь в Москве так солнечно. Так светло, когда уже поздно. 8. Может быть, 7. 7, наверное, да. Думаю, получилось. Пока что я не выкину этот шприц. Может быть, пока что пройдёт немного времени, и я доделаю. Посмотрю, через часок типа это. Это пока что не постоит здесь. Теперь я делаю коробочку, чтобы не впиталось вон что-то. Всё. Всё. Пока-пока. Пока-пока.